Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пострадавшие жители микрорайона Бесаба до сих пор скитаются по съемным квартирам, когда люди получат обещанное жилье. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков ответил на вопросы жителей области. 79 человек вызвалили карагандинские спасатели из снежного плена. Несмотря на предупреждения, граждане продолжают рисковать жизнями, отправляясь в путь в сильный буран. Изучение иностранного языка по-новому. В Караганде открылась школа GSC компании Global Student Center. Пострадавшие бесабинцы до сих пор не получили жилье от государства. Строительство жилого комплекса Шапагат несколько раз замораживалось из-за нехватки финансирования. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков пообещал жителям завершить стройку осенью текущего года. Также Акимобласти рассказал о 25 новых пятиэтажках, которые будут построены в Садпаеве для переселения людей из зоны обрушения. Предоставить жилье для пострадавших жителей Бесабы обещали еще в прошлом году. Однако некоторые бесабинцы до сих пор живут в съемных квартирах. Воспользовавшись отчетом Акима, они задали ему наболевшие вопросы. Глава региона отметил, что людям придется еще немного подождать. Третью-четвертую секцию домов жилого комплекса завершат уже весной. Остальные четыре секции будут введены позже. Кроме того, Нурмухамбет Абдебеков поделился планами переселения жителей Жасказганского региона, попадающих в зону обрушения при повторной обработке медных месторождений. На сегодня для обеспечения жильем 859 семей построено 39 жилых домов и выкуплено 6 квартир. Ведется строительство 25 пятиэтажных домов общей площадью 78 тысяч квадратных метров для 1150 семей завершением в 2017 году. В целом в области в 2017 году планируют построить более 304 тысяч квадратных метров нового жилья. Докладывая о развитии региона, Аким области сообщил, что в прошедшем году около 500 чиновников были наказаны. В их числе четыре руководителя областных управлений и Аким Шахтинска – сержант Аймаков. Жители поселка Актас рассказали об опасности повторения шаханской трагедии. У нас также действуют такие же осошки. И меня очень сильно волнует вопрос, когда же у нас в Актасе будет качественно и безопасно по плене. Нурмухамбед Абдебеков заверил, что в следующем отопительном сезоне в Актасе будет подключена блочная центральная котельная. Также он рассказал о новой поликлинике по улице Ержанова, которую откроют уже в этом году. Кроме того, в текущем году планируется привлечь 350 миллиардов тенге инвестиций. Будет продолжена работа по привлечению транснациональных компаний. Стоит отметить, что в отчетной встрече наряду с жителями региона приняли участие министр оборонной и аэрокосмической промышленности Пейбета Тамкулов и секретарь партии Нуротан Наталья Годунова. Айом Амрина, Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 79 человек спасено за прошедшие сутки из снежных заносов. Такие данные приводит областной департамент по чрезвычайным ситуациям. Спасатели сообщают, что в последние дни на территории Карагандинской области установилась сложная материологическая обстановка, осложненная сильными ветрами и метелью. Все выходные 18 и 19 февраля карагандинские спасатели работали в авральном режиме. Из-за сильного бурана на дорогах образовались снежные заторы. Несмотря на своевременные предупреждения посредством СМС-рассылок, некоторые граждане пытались совершить дальние поездки. В большинстве случаев это заканчивалось тем, что машины застревали в глубоком снегу. В итоге спасли 79 человек, из них 9 детей. Были эвакуированы около 10 больших общественных транспортов. Хотим сказать нашим жителям, что несмотря на СМС-рассылки, а также через средства массовой информации, тоже передаем информацию постоянно, что нельзя выезжать на дальние расстояния, что дороги закрыты. Но несмотря на это, вот за выходные дни у нас столько техники получилось и столько эвакуации. Полицейские местные полицейской службы УВД города Темиртау совместно с темиртаускими спасателями и военнослужащими национальной гвардии пришли на помощь автомобилистам, попавшим в снежный циклон. На трассе Астана Темиртау перевернулся грузовой КАМАЗ с зерном. Обошлось без жертв. На КАМАЗе с зерном ехал. Получается, что тут на теченных воротах пробка туда-сюда замерзли, стоим. Но тут еще и сам неприятный получился. Приехали сотрудники ГАИ. Очень молодцы ребята хорошие. Помогли. Вот. Уже все. Вроде все нормально получается. В очередной раз департамент по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует не выезжать за город при неблагоприятных погодных условиях. Внимательно следить за изменениями погоды и не игнорировать СМС-рассылки. По сведениям синоптиков, непогода продержится еще два дня, но уже в четверг ветер стихнет, установится ясная морозная погода. В Караганде состоялась презентация книги известного журналиста Тулена Тлеубая. В библиотеке имени Жайка Бектурова собрались друзья и коллеги писателя. На встрече с читателями автор рассказал о том, как создавал свое произведение. По словам автора, книга интересна тем, что она показывает, на какой высокий уровень поднималась свобода слова и плюрализм в казахской печати за годы независимости. Тулен Тлеубай рассказал о себе, о своем интересном жизненном пути и поделился с читателями историей о том, как начинал писательскую деятельность и как создавал свою книгу. В ней есть интервью многих известных личностей. Автор попытался найти ответ на вопрос, независим ли народ в независимом Казахстане. 20 февраля книга Тауэль Саздэк Тумарым вышла в свет. В свою книгу я вложил 20 лет своей жизни. Я посвятил книгу 25-летию независимости и надеюсь, что мои читатели оценят по достоинству мой труд. По словам автора, эта книга составлена на основе последних 15-летних публикаций. В книге собрано 25 интервью и 25 статей. Это аналитические материалы, репортажи, журналистские расследования и краткие мысли, опубликованные автором в разные годы в средствах массовой информации. В этой книге читатель может найти многолетние исследования Толена Талиубая. Здесь собраны эксклюзивные интервью с известными личностями. Как журналист я знаю, что основными читателями будут молодые люди. Благодаря этой книге можно развить навыки журналиста. 16 февраля в Евразийском национальном университете имени Гумилёва уже проходила презентация книги члена союза журналистов Казахстана Толена Талиубая «Таульсесдек Тумары». В мероприятие приняли участие декан факультета журналистики и политологии, журналисты и студенты. Цель написания – оставить след после себя и объяснить, как к нам пришла независимость. В Караганде открылась школа иностранных языков современного формата. В компании Global Student Center работают молодые специалисты, прошедшие обучение за рубежом. Школа является официальным представителем учебных заведений в 20 странах мира. На открытии учебного центра были приглашены известные блогеры. Они рассказали молодежи о школе GSC. Венера Байжигитова является генеральным директором компании Global Student Center. Несмотря на свой молодой возраст, девушка уже успела развить компанию в четырех городах Казахстана. В Караганде открылся самый крупный центр среди городов Астана, Актау и Алматы. Все преподаватели – только профессионалы. Они имеют высокий балл в тестировании IELTS и уже прошли обучение за рубежом. Мы сотрудничаем с 20 странами мира. Портфолио состоит из более чем тысячи университетов, из которых мы являемся официальными, эксклюзивными представителями. То есть и доступное образование мы предлагаем, и high-level образование. То есть отправляли детей в Гарвард учиться и в топовые школы. Третье направление – это образовательные выставки. В этом году, кстати, мы будем проводить первую нашу выставку образовательную, самую большую, в нашем центре. Мы будем проводить в сентябре месяце. То есть каждый желающий может лично пообщаться с иностранным партнером, который приедет в гости, чтобы дать детальную консультацию каждому ребенку. Большой ажиотаж среди молодежи создали известные блогеры, которые завели молодежь и провели конкурсы. На открытие приехали певица Бенадир Ирмагомбетова, известная под псевдонимом Бекабризи, популярные звезды социальной сети Instagram и телеведущая Динара Саджан. Гости рассказали подросткам о важности изучения языков именно в их возрасте. Динара Саджан сама является учеником компании. На данный момент она готовится сдать один из трудных тестов IELTS. Мне очень жаль, что я этим не занималась. В школьные годы, в студенческие годы я просто очень много работала на телевидении. Но сейчас я наверстываю упущенное, поэтому хочу сказать, порекомендовать всем родителям, потому что я думаю, что, наверное, все-таки больше центра рассчитана на детей, чтобы именно сейчас они уделили внимание английскому языку и обучили своих детей этому языку, который объединяет весь мир. Компания Global Student Center была образована в 2011 году в Астане. Специалисты ежегодно проходят тренинги и регулярно выезжают в университеты. В Карагандинском филиале более 10 кабинетов. Каждый из них тематически оборудован. Есть игровые комнаты. В каждом классе будут обучаться по 6 учеников. А это почти индивидуальные занятия. Сотрудники компании каждому ученику ищут особый подход, чтобы качество знаний было на высшем уровне. Лариса Хусынова, Лужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о новостях спорта. Более 100 юных спортсменов боролись за победу на городских соревнованиях по джиу-джитсу. Свои способности продемонстрировали как начинающие бойцы, так и уже состоявшиеся, за плечами которых многочисленные победы. Победителей распределили по весовым категориям и возрастам. Екатерине Ермак всего 10 лет. Это ее первые соревнования. И она показала отличный результат. Заняла первое место. Восточным единоборствами Катя занимается на протяжении 4 лет. Выбрала именно этот вид спорта, так как очень хочет научиться постоять за себя. О планах на будущее юная спортсменка говорит с уверенностью. Хочет стать чемпионом мира. Сегодня для многих подростков единственным увлечением в жизни стали социальные сети. Дети, играющие на улице, позабыв о гаджетах, интернете – это редкость. Но есть ребята, которые стараются быть лучшими в реальной жизни. Для детей единоборство – это школа, где они получают физическую подготовку и учатся слушать тренера. Наличие жесткой дисциплины в таких школах превращает подростков в серьезных людей, которые способны защитить себя на улице, помня главное правило – никогда не нападай первым. Сейчас мы проводим открытый чемпионат города, посвященный Дню Города Советских войск из Аганистана. Здесь участвует порядка 130 человек. Это только город. Город Макудук, Юбровосток, сортировка, пришахтинская. И ребята с Семертаусом нашего клуба приехали. В Академии боевых искусств ждут всех желающих от пяти лет. Это не последние соревнования, говорят наставники. Ребятам еще нужно многому научиться, а на состязаниях можно получить хорошую подготовку. Лариса Кусынова, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В упорной борьбе карагандинские хоккеисты уступили питерскому клубу «Сканева» в последнем матче регулярного чемпионата. На своем льду 19 февраля Старарка проиграла со счетом 2-3. Тем не менее, карагандинский клуб входит в серию плей-офф в тройке лидеров. С самого начала первого периода гости завладели шайбой. Счет в матче был открыт уже на пятой минуте. Шайбу ворота карагандинцев забросил Антон Жихарев, 0-1. После заброшенной шайбы петербуржцы продолжили контролировать ход поединка. На 14-й минуте Архип Николенко бросил низом в ближайший угол. 0-2. Однако спустя полторы минуты карагандинцы сумели отыграть одну шайбу. Михаил Анисин в упор расстрелял пустой угол ворот гостей. 1-2. На 23-й минуте петербуржец Михаил Мальцев вышел 1-1 с голкипером Георгием Гелашвили и переиграл его в ближайшем бою 1-3. Третий игровой отрезок начался с атак Сараарки. На 46-й минуте матча карагандинцы сумели реализовать большинство. Михаил Анисин оформил дубль, замкнув прострел в касание 2-3. За минуту до окончания основного времени Сараарка заменила вратаря на шестого полевого игрока. Но сравнять счет не получилось. Как итог победа с Каневы со счетом 2-3. Ну, в общем-то, хорошая у нас серия игр вообще. Хотел бы отметить, потому что со всеми лидерами мы играем. Вот, и все они были наближенные, не исключение сегодняшней игры. В общем, как ожидалась команда, которая очень хорошо играет в обороне и с хорошим востальем. В общем-то, с такими командами всегда сложно играть. Ну, Петр Иванович правильно сказал, да, поймали на ошибках. Два периода соперник практически ничего не позволял нам в атаке. Третий период, да, был неплохой по содержанию. И моменты были, могли сравнять. Где-то, да, не повезло бы. Но соперник, я думаю, победил сегодня заслуженно. Больше, да, хотел. Хотели где-то мало крови сегодня, особенно два периода. Ну, с командой соперника с победой, как говорится, да, закончили регулярный чемпионат. Готовимся, теперь плей-офф. Это был последний матч в рамках регулярного чемпионата. Срарка уверенно занял третье место в турнирной таблице. На втором месте питерский клуб «Сканева». А возглавляют таблицы наши соотечественники – хоккейный клуб «Торпеда» из Усть-Каменогорска. Уже на этой неделе состоятся игры серии плей-офф. 24 февраля на своем льду Сарарка будет принимать чеховский клуб «Звезда». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялся открытый турнир по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие дети из малообеспеченных семей и школ-интернатов области. Турнир проходил по шести видам спорта. Бег на 50, 300 и 1000 метров, а также прыжки в длину, прыжки в высоту и толкание ядра. Турнир проведен в рамках акции «20 добрых дел», посвященной 20-летию образования органов правовой статистики и специальных учетов. В соревнованиях участвовали более 150 юношей и девушек. Семиклассница Карина Дехан состязалась со сверстницами в прыжках в высоту. По словам школьницы, этот вид спорта стал для нее настоящим хобби. Я, получается, на тренировках постоянно прыгала в высоту, тоже готовилась. И очень усердно. Нам на физкультуре сказали, кто хочет позаниматься легкой атлетикой, ну, прийти на пробное занятие. Я пришла, мне понравилось, и я теперь хожу, занимаюсь. По словам организаторов турнира, в данном мероприятии они совместили не только пропаганду здорового образа жизни, дружбы между детьми, но и попытались поднять правовую грамотность. Участникам продемонстрировали краткометражные ситуативные фильмы о применении того или иного закона. Специальные кинофильмы мы прокручиваем для детей до начала соревнований, чтобы они своими глазами увидели. И мы надеемся, что в будущем эти люди будут, у них правосознание поднимется от этого. С ними, с детьми, надо постоянно работать, постоянно их информировать. А информированный человек, значит, он вооруженный. Победителей наградили грамотами и памятными подарками. Кроме того, организаторы отмечают, что в будущем данная практика будет налажена на постоянной основе. Аем Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин